Теперь мы пойдем к следующей презентации и смотрим на наше национальное законодательство. Здесь будет очень интересно посмотреть, какие нормы есть и они вообще действующие или не действующие. Начнем с Конституции. Статья 14. Все равны перед законом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социально-вдовольственного имущественного положения, полу-расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждениям, место жительства или по любым иным обстоятельствам. Есть. Норма есть. Но смотрим дальше. Да, важный момент. Статья 39. Права и свободы могут быть ограничены. Третий пункт. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свободы граждан по политическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничения права и свободы, предусмотрены статьями. И вот я выделил 13-15. Статья о запрете дискриминации в течение равенства – это статья 14. Соответственно, это так называемое защищенное право или защищенный запрет дискриминации. Он ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен. Ни в условиях человеческого положения, ни в условиях военного положения. Ни при каких обстоятельствах, согласно статье 39, ограничен не может быть. Я уже об этом немножко говорил в начале. Перед тем, как первую презентацию делал, ключевые рекомендации, которые Казахстану представляют конвенционные органы по тем договорам, которые мы ратифицировали. Это и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, по ликвидации в отношении женщин, по правам ЧЕКа, советованный по правам ЧЕКа, специальный процедур. Все говорят об одном и том же. У вас нет всеобъемчивого дискриминального законодательства, которое бы запрещало дискриминацию по любым основаниям. У вас нет юридического определения дискриминации, в том числе и расовой дискриминации, которая бы обеспечивала аффективную защиту от прямой и косвенной дискриминации применительно каждому из прав, закрепленных в пакте. У вас нет механизмов объективной защиты от дискриминации и доступа к средствам правовой защиты. У вас, условно говоря, нет практически ничего, что должно было бы быть. У вас нет гражданско-правовых и уголовных санкций за сушение актов дискриминации. У вас нет правовой базы для создания официального контрольного и проповедительного органа, наделенного реальными полномочиями по предупреждению и борьбе с дискриминацией. Как я уже говорил в начале, мы этот вопрос поднимаем последние лет 20. Пока в нем ничего не меняется, хотя вот последние года два небольшие подвижки пошли в понимании, что все-таки что-то нужно делать. Пока мы находимся там, где находимся. Инструментарий крайне ограничен, если он есть вообще с точки зрения международных права и международных стандартов. Ну, ряд рекомендаций там касался повышения уровня осведомленности международных стандартах, обеспечения по возможностям по представлению и этнических меньшинств и так далее, и так далее. То есть, целый ряд вопросов. В 2009 году в Казахстан приезжал независимый эксперт по вопросам меньшинств. Гей Макдугал. Она написала доклад. Не можно ознакомиться. Достаточно интересный доклад. Ну и там целый ряд рекомендаций, опять же, связанных с тем же самым. Нужно определение дискриминации, нужно специальное антидискриминационное законодательство, нужный орган, который это законодательство может применять, и нужны процедуры обращения в него. Вот, кстати, она там говорила о том, что существует напряженность международных отношений, что люди вынуждены бежать, что есть эта проблема, что нельзя игнорировать этническую подоплеку, и что нужно предпринимать какие-то шаги. Это был 2009 год, так как вы помните, потом еще был 2020, известные курдайские события. К сожалению, уроки, с моей точки зрения, не сильно были, скажем так, извлечены. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Это последний, так сказать, уже я, видите, как небольшим мостиком перешел от международных стандартов к нашему законодательству, к нашей ситуации. Вот, когда были приняты какие-то решения или какие-то действия в отношении, скажем так, Казахстана, было одно единственное дело по дискриминации. Это дело Анна Белоусова против Республики Казахстан 2015 года. Я сейчас о нем остановлюсь немножко совсем, но забегу вперед и скажу, например, ну, чтобы примерами подкреплять то, что говорил. Это в 2020 году или в 2019 году было решение Комитета ООН по правам человека по делу Бахаджан Тарегожина против Республики Казахстан, которая делала ссылку на 26-ю статью. То есть на статью о запрете дискриминации в Международном пакте о гражданских политических правах. Знаете, что там было интересно? Там была, значит, статья 21 и статья 26. 21 статья, как известно, это статья о праве на свободу мирных собраний. И вот она подавала в связи там с нарушением ее права на свободу мирных собраний. Почему Комитет указал на дискриминацию? Очень интересное решение Комитета. Он сказал, что если вы разрешаете проведение различного рода мероприятий, будь то какие-то праздники, будь то какие-то культурные и спортивные мероприятия, будь то какие-то государственные и официальные мероприятия, например, на центральных площадях, на улицах, на других публичных местах, вы это допускаете, но при этом для акций протестного характера и просто для мирных собраний выделяете специализированные места, то это является дискриминационным отношением по контенту. То есть это дискриминация, потому что публичные места, они для всего. И в том числе для мирных собраний, а не только для культурно-массовых мероприятий, праздничных мероприятий или каких-то официальных мероприятий. Вот очень хороший пример, как было продемонстрировано, в чем заключается дискриминационное отношение в отношении госпожи Таригожиной, которая указывала, что это отношение по дискриминационным, в том числе по политическим убеждениям или взглядам. В другом деле, но таких, как я уже сказал, дел мало. В Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин единственное дело рассматривалось из Казахстана. Об этом уже в начале Жан говорила, что очень мало обращений. Обращений вообще всего по существу, то есть таких решений всего два или три, где 26-я статья упоминалась. А в Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации вообще не было обращений. А в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин – это вот одно только обращение, на которое я сейчас ссылаюсь. Это наше обращение, это бюро наше вело это дело. И вот там Комитет указал, что у государства участника нет никаких правовых положений, запрещающих сексуальное домогательство на рабочем месте. Просто нет. Он уже выражал свою обеспокоенность в этой связи, пока ничего подобного нет. Как мы с вами уже говорили, согласно общей рекомендации 18 Комитет ООН по ликвидации и дискриминации в отношении женщин, насилие и сексуальное домогательство на рабочем месте относятся к дискриминации по гендерным признакам и, соответственно, являются запрещенными. Но у нас в законодательстве этого нет. И вот Комитет на это указал. Подчеркнение конвенции требует государства участников не только принимать меры с целью ликвидации прямой и косвенной дискриминации и улучшения фактического положения женщин, но и изменять и преобразовывать гендерные стереотипы, упражнять противоправную стереотипность роли мужчин и женщин, что они закрепляются с помощью различных институтов, могут закрепляться во всех ветвях и на всех уровнях власти частными субъектами. Комитет рекомендовал принять всеоблемующее законодательство в части всего области трудовых отношений в целях борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте, включить всеоблемующее определение понятия сексуального домогательства на рабочем месте соответственно международными нормами, обеспечить, что при осуществлении положения статьи 351 УК не требовалось подписать какого-либо заявления, если такое заявление может фактически являться препятствием для этого. Ну, здесь статья 351, как вы понимаете, Уголовного кодекса в части, в отношении данного кейса они интерпетируют. И вот по Хеджану Тригожину, которую я сказал, в 2019 год, утверждение автора, что разрешение власти организовать публичные мероприятия только в одном специальном поведении, что разрешается в других местах, является политически мотивированным и дискриминационным, и представляет собой нарушение государственным участникам ее прав по статье 26 пакта. Хотя государство, указывает комитет, не ответило на это конкретное утверждение, оно признало в своих представлениях комитета, что в связи с своими внутренними законными правилами, проведение неправительственных публичных мероприятий, разрешается в определенных местах на основании решений местных исполнительных органов. То есть, наше государство просто сослалось на свое законодательство, вот и все. И никаким образом не объяснило, а как оно выполняет свои обязательства по международному пакту и по статье 26. Комитет установил это нарушение, но ничего не изменилось. Он отметил, что в данном случае ни государство, участник, ни национальные суды не доказали, что решение Маслихата Алматы разрешить проведение Алматы неправительственных публичных мероприятий общественно-политического характера, включая организованное автором, в только одном месте, было основано на разумных и обеспеченных критериях, преследовав цели, являющиеся законной в соответствии с пактом. Не предоставило никаких доказательств существования факторов, которые могли бы служить основанием для проведения различий между положениями, применимыми к мероприятиям общественно-политического характера и положениями, применимыми государственными или политическими мероприятиями. Вот видите, как опять же в этом решении, во-первых, комитет указывает на принципы международного права, законность цели, разумность ограничений и так далее. И второе, оно указывает, что если государство не представило объективных, понятных и разумных критериев для установления некоторых различий, то это дискриминация, которая должна быть запрещена. Быстренько пробежимся по нормам законодательства, потому что там комментировать особо нечего. Единственный большой комментарий я сделаю в конце, но мы сейчас смотрим, что же у нас в законодательстве есть. У нас есть трудовой кодекс, где, вот он, я даже у меня тут с изменениями на 3 января этого года, принципы запрещения дискриминации, равенства прав и возможностей. С поводу труда соглашаться без дискриминации. Запрещение дискриминации, прям целая статья, каждый имеет равные возможности реализовать своих прав в сфере труда, никто не может при дискриминации при реализации трудовых прав к мотивам происхождения социального должного положения. Не является дискриминацией различия предпочтений, которые стоят для совершающих видов трудовой деятельности, либо обусловленной особой заботой в государстве о лицах нуждающихся в повышенной социальной правовой защите. И говорят, что, да, и тут еще нужно отметить, что мы тут подвинулись чуть-чуть, надо отдать должное, нас сейчас сильно хвалят на международном уровне, что мы убрали перечень работ и услуг, которые были, сначала был такой перечень работ и услуг, на которых друг к женщине принялся. Сейчас это убрали, и мы таким образом убрали эту дискриминационную норму. Женщина пусть сама себе выбирает каким-то трудом заниматься, от нее государство ее дискриминировать, потому что она женщина. И вот дальше посмотрите, лица считают, что они подверглись дискриминации в сфере труда, праве обратиться в суд или инстанции в порядке, установленным с законами. Мы сейчас посмотрим, а установлен какой-то порядок этими законами? А никаким он не установлен. То есть, по существу, да, можно обратиться в какой-то степени в трудовые инспекции, которые в этом смысле не очень работают. А сейчас, загляя вперед, мы посмотрим статью, соответствующую кодексу административных правонарушений, и обнаружим, что, к сожалению, этот механизм весьма такой спорный с точки зрения его эффективности. Но идем дальше. Запрещается нарушение равенства при заключении трудового договора, гарантии равенства прав и возможностей при заключении. Запрещает сопрещение принимающей стороной дискриминации, когда представляется персонал. Вот мы видим целый ряд, так сказать, отсылок к обеспечению равенства и запрету дискриминации. Опять же встает вопрос о том, насколько определение дискриминации, которое содержится в Втором кодексе, соответствует тому определению, которое дано в Международной конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, которое рассматривается Комитетом ООН по правам чеков, как ключевое, если в числе оснований использовать все защищенные основания, по которым запрещена дискриминация, включая иные обстоятельства. То есть, опять же возникает вопрос об определении и возникает вопрос о процедуре. Куда обращаться, по какой процедуре и какова эффективность этого обращения. Дальше идет закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, который прямо направлен на обеспечение равенства, гендерность, дискриминация, любое ограничение или ощемление прав свободы человека, а также привержение его достоинства по признаку пола. Равные возможности, хотя здесь, как мы видим, это определение дискриминации, к сожалению, не соответствует тому определению дискриминации, которое содержится в конвенции ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. То есть, большой недостаток этого определения, что он не соответствует вот этому принятому в специальной конвенции, который касается прав женщин, а этот закон по существу о правах женщин, о равенстве прав и возможности женщин и мужчин, к сожалению, это определение не соответствует. Дальше идет государственная политика по обеспечению равных прав, недопущение дискриминации по принципу пола, воспитания и пропаганда. Дискриминация по признаку пола интересная очень норма, что нормативные правоакты, направленные на ограничение и ущемление равных прав, могут быть оспорены в суде в порядке предусмотренного гражданским процессуальным законодательством. Мне не очень понятно, что это за норма, как будто это и есть борьба с дискриминацией, и, помимо всего прочего, любые нормативные правовые акты могут быть оспорены в суде. Хотя ключевой вопрос, что нужно доказывать, что они, а, ущемляют права, во-треть, противореческая конституция, сейчас конституционный суд появляется, тут очень много вопросов, если речь идет о законах. Но гражданское специальное законодательство и так это предусматривает. Ну, хорошо, повторили норму из ГПК. Дискриминация не является дискриминационными по признаку пола меры, направленные на защиту материнства и детства и отсутствия, защиту женщин, увеличение продолжительства жизни, защиту женщин уголовно-профессионального законодательства, не являются дискриминацией различия, исключения, предпочтения и ограничения, которые определяют свойствами данному виду труда требований. Здесь вопрос, конечно, заключается, ну, сейчас, поскольку это убрали, и поэтому вот эта норма уже отжила, потому что в трудовом законодательстве уже нет этого перечня, здесь как бы на него небольшая ссылка, но, тем не менее, я тоже не удален на этими положениями, потому что с точки зрения понедельного аппарата, потому что нужно очень четко увязывать это с четкими, объективными и разумными критериями, что здесь не сделано, к сожалению. Лица, считающие, что подверглись дискриминации сферой труда, вправе обратиться в органы и организации, считающие деятельность в сфере обеспечения равных прав и равных возможностей. Я не знаю таких органов, может, кто-то знает. Ну, возможно, это и речь идет о Национальной комиссии по основам демографии, как она, семейной политики, но, честно говоря, не могу сказать. Ну, и работодатель неправе создавать препятствия работнику, направившему капиталным органам в жалобу о случаях дискриминации по принципу пола. Дальше идет обеспечение гендерного равенства в брачных и семейных отношениях, гарантии государства по обеспечению гендерного равенства. То есть очень много декларативных норм, ну и нарушение законодательства равных прав и равных возможностей влечет ответственность, установленную законами. Ответственность, кроме статьи 145 о нарушении равноправия, я, честно говоря, больше никакой ответственности не знаю. Но сейчас мы посмотрим на нее. Кодекс Республики Казахстана о здоровье народных и семейных здравоохранения тоже говорит об обеспечении равенства. Равный доступ, запрещение от любых форм дискриминации и стигматизации обусловлено наличие у них каких-либо заболеваний и состояний. Равенство прав кандасов и беженцев иностранцев или без гражданства на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Права пациентов без дискриминационных факторов. Оказание медицинской помощи лицам больным туберкулезом без дискриминации. Социальные права и защита и тоже без дискриминации лиц зараженных вещь инфекцией. Оказание равных возможностей лиц с особыми потребностями, когда речь идет в психических, поведенческих расстройствах, заболеваниях. Равный охват минимальным объемом медицинской помощи, принцип универсальности. То есть вы видите большое количество неплохих норм, гарантирующих равенство. Хотя, как я уже сказал, понятийный аппарат хромает и с ним нужно будет как-то все равно разбираться. Но возникает вопрос дальнейший и что дальше. Это все закрепили. Дальше куда обращаться и как эффективно бороться с дискриминацией, в каких органах и по каким процедурам. Закон о правах ребенка тоже говорит о недопущении дискриминации. Закон о профилактике и правонарушении среди несовершеннолетних при жжене детской тоже говорит о защите от дискриминации. Закон о социальной защите лиц с инвалидностью говорит о запрещении дискриминации и наличии равных прав. Закон о беженцах говорит о недопустимости дискриминации. Закон о выборах говорит о равенстве прав граждан. Здесь правда, так сказать, для определенной группы, но тем не менее. Закон о государственных услугах говорит о том, что услугополучатель должен получать услуги государственные без какой-либо дискриминации. Закон о государственной службе говорит, что не должно быть никакой дискриминации при поступлении на государственную службу. Закон о физической культуре и спорту запретен на дискриминацию, говорит тоже. И говорит о противодействии и обязанности всех спортивных федераций, противодействии проявлению любых форм дискриминации и насилия в спорте. О правом положении иностранцев, что иностранцы равны перед законом, независимо от происхождения и характера занятий, хотя здесь тоже неполное, но тем не менее. Право на жилище, имущество и личные имущества и права наравне с гражданами пользуются, хотя в этом смысле есть определенные исключения. Получение образования имеют равные постоянно проживающие, пользуются достижениями культуры тоже имеют право. Гарантируется ввода совести наравне с гражданами Казахстана, наравне брачные и семейные отношения, защита прав, фрациальные права наравне и так далее. Закон о занятости населения тоже имеет статьи о равенстве и дискриминации. Закон о профессиональных союзах, что это не влечет никакого ограничения по принадлежности. Деятельность ассамблеи говорит о недопустимости какой-либо дискриминации. Закон о документах, заседающих личность тоже говорит о недопустимости дискриминации. Предпринимательский кодекс говорит о запрете дискриминации покупателя. Еще одно иное обстоятельство, которое было нами не указано в общих основаниях, так сказать, категория покупателей. И теперь мы идем в процессуальные нормы. Понятно, что в них закреплено запрет любой дискриминации в отношении реализации процессуальных прав и правовых возможностей. Это есть в Уголовно-процессуальном кодексе и в Гражданском процессуальном кодексе. То есть с нормами процессуального права здесь запрещена дискриминация. И тоже Гражданский процессуальный кодекс. И, наконец, последний – это Административно-процессуальный кодекс, то есть принцип справедливости, то есть равные возможности условия для их реализации в АПК. Ну и теперь мы переходим, последние пять минут у меня, мы переходим, и хватит, потому что сейчас мы перейдем к вопросу, что у нас там с материальным правом в этой части, что нам помогает как-то защититься от дискриминации. Беда в том, что почти ничего не помогает, потому что Уголовный кодекс имеет одну единственную статью, 145-ю, которая почти полумертвая. Там есть несколько действий, о них расскажет, наверное, лучше Таня Чернобиль. А так, она мертвая, да, причем она говорит о равноправии. Это не совсем запрет дискриминации в прямом смысле. Здесь нет четкого представления о понятийном аппарате, за что именно. Что именно – прямое или косвенное ограничение прав и свобод человека по мотивам происхождения. Очень такая расплывчатая и очень широкая какая-то норма, каких ограничений, что такое прямое или косвенное. И никакого четкого понятийного аппарата, разъяснения. Нет, как и нет, какой-то практики. Ну и тем более нет, естественно, никакого нормативного постановления Верховного государства по этому поводу. Больше в УК нет ничего. Есть, кроме одного только, что еще дискриминация упомянута в статье 146-й пытки. И можно отнести к статьям, которые как-то косвенно с дискриминацией связаны. Это статья 174-й разжигания разных видов розни на основании социальной, национальной, разной, расовой, сословной, религиозной принадлежности. Переходим к последнему кодексу в административных правонарушениях. Все равны, это процессуальные нормы, все равны перед законом, и никто не может подвигаться к дискриминации. То есть норма общая, норма принцип. Дальше есть, и дальше идут статьи отдельные. Ну вот можно сказать, что есть такая косвенно антидискриминационная норма. Запрет, ответственность за нарушение законодательства Республики Констана на языках. Ограничение право физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам, влекут и далее, и далее. То есть есть один компонент, который вроде бы закреплен. Но дальше используется очень, кроме одной статьи, о которой я сейчас скажу, используются статьи с формулировками нарушения законодательства Республики Констана о социальной защите лиц с инвалидностью. Если бы это включало в себя запрет дискриминации, было бы хорошо. Или было бы такое большое, как это с законодательством общественного мнения. Все законодательство нарушаешь и несешь ответственность. Вот все законодательство нарушаешь, тогда можно было бы ссылаться на статьи закон о социальной защите инвалидов, которые запрещают дискриминацию, как основание для привлечения к административной ответственности лица, которая вот эту вот, так сказать, такую дискриминацию практиковала. Но в большинстве статей по отдельным отраслям законодательства, которые устанавливают какую-то административную ответственность, это построено в виде смысловой конструкции, совершенной в виде. И вот когда вы смотрите в виде чего, дискриминации там нет. То есть в виде куда-то не пустили или в виде. То есть там такой ограниченный перечень, скажем так, случаев. То же самое нарушение законодательства о специальных социальных услугах, то же самое о занятости населения, то же самое о... Сейчас, прошу прощения. Ну, есть вот еще там статья о нарушении законодательства о государственной службе и об области образования физической культуры. Там еще можно каким-то образом... Ну, тоже можно каким-то образом дискриминацию подтянуть. Во всех остальных случаях, я уже указал, просто либо нет ничего, либо есть вот эта смысловая конструкция, совершенная в виде. Ну и, наконец... Прошу прощения. Статья 90. Это допущение дискриминации в сфере труда. Ну, посмотрите, как сформулировано. Допущение обладает дискриминации в сфере труда не вообще, а выраженное в нарушении права работника на равную оплату и равные производства бытовых условий. То есть, речь идет только о том, что оплата разная и производственно-бытовые условия разные. А прием там на работу... А вот там же мы прочитали в Трудном кодексе большующее количество разных, скажем так, перечисленных, где дискриминация запрещена. А статья 90 сужена только до двух признаков. Признаков квалифицированных, равная оплата за равный труд и равные производственно-бытовые условия. Ну и там все действия, предстоящая первая, совершенно повторная, это уже не принципиально. И размещение информации, содержащей информации частным агентствам работодательного в вакансиях, содержащих требования дискриминационного характера. То есть, в этом смысле речь идет об информации. То есть, если они там написали что-то по поводу какого-то специального выделения, хотим только мужчин там, и это не основано на объективных каких-то критериях. Как я уже говорил... Да, две минуты, прошу прощения, задерживаю. Последние уже пара слайдов. Вот, как я уже говорил, нет ответственности за, так сказать, сексуальное договоренность на рабочем месте и многие другие, о которых нам говорили. И нет общего подхода и эффективных процедур антиинструкционного характера, тем более, что мы сейчас речь ведем только об обращении в суд. То есть, вот главное, куда, где это работает. Еще один момент, что в УК и в КУАПе совершение преступления административного правонарушения по мотивам национально-расово-религиозной ненависти или вражды является отчащим обстоятельством, хотя вообще, честно говоря, почему-то ограничены национально-расово-религиозные. Это только три признака, а их достаточно много. Мотивами могут быть дискриминационных мотивов или оснований значительно больше. Некоторые примеры дискриминационных положений правоведливой практики классических. Мы делали большой, кого будет интересовать большой анализ нашего заказа на наличие дискриминационных положений. Вот классические примеры. Выделение общественных объединений в конституции, теориальный статус в понятии лидера общественного бедея, теориальные результаты, выделение определенных мест для протестных акций в мирных собраниях, свободы религии, различные критерии создания общественного регионного объединения, цензуры региональной литературы, запреты специальной литературы вне специально определенных мест, запреты службы противных органов. То есть там можно много чего увидеть, которые не основаны на критериях, которые были объективными и понятными. Ну, резюме. Международное право и предъявляет заубрежная практика вообще идет к тому, чтобы принимать антидискуссионное законодательство институтов и процедуры. Оно не ограничивается главной правовой сферой, создает правовые основы допреждений и борьбы с дискриминацией в гражданской правовой и административной правовой сферах. Принятое в различных странах антидискуссионное законодательство значительно различается, но имеет общие характеристики. В нем всегда содержится определение дискриминации, отражаются основания формы, основания и признаки, создается эффективный доступный понятильный аппарат, создается специализирован органы, государство общественное или комбинированное. Они наделяются в соответствии с компетенцией и полномочиями, материальными и чечными ресурсами, положения, касающиеся разработки детализации эффективных процедур для рассмотрения жалоб на дискриминацию. В некоторых случаях это отдельный закон. Иногда это несколько законов, отдельных признаков дискриминации. Иногда рамочный закон о равенстве и положение дискриминации в специальных законах, касающихся различных социальных групп или сфер деятельности. Такое же разнообразие существует в отношении специальных органов, то есть они бывают очень разными. Бывают комиссии, бывают как национальные учреждения существуют, назначаются правительствами или парламентами. Они рассматривают либо жалобы по всем основаниям дискриминации. Иногда это специализированные, например, в области труда или в области инвалидности, или по гендерным вопросам и так далее. И другие. И поэтому, в принципе, для Казахстана можно рассмотреть вопрос, и надрел вопрос о том, чтобы А, последняя фраза моя, А, это рассмотреть вопрос о создании эффективных процедур, эффективного порядка применения международного права, международных договоров, договорных обязательств в нашем законодательстве и в нашей правительственной практике, разработать специальный закон, создать такой орган, и эффективные процедуры для того, чтобы разбросанные по разным отрешевым законодательствам нормы о запрете дискриминации были эффективными. Спасибо. Вопросы, наверное, после окончания, если они еще возникнут.